всем привет сейчас будем делать растяжку губкой по вчерашним просьбам показать хочу вам работу с губкой от чего могут образовываться пузырьки ну и так далее некоторые нюансы так сначала включение такое у нас небольшое по-быстрому при этом самые такие нюансы значит есть несколько вариантов нанесения и вообще техники работы с губкой я сейчас делаю таким образом я сначала наношу цвет привет девочки привет привет здравствуйте привет 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 девочки привет из владивостока привет из курска привет здесь значит такой нюанс если вы используете я специально взяла черный и серый если вы используете два таких достаточно контрастных цвета по насыщенности пигмента то большую часть ногтевой пластины будет занимать светлый начале когда мы наносим иначе если вы возьмете пополам или темного будет больше естественно у нас будет все темное в итоге получится очень важно наносить тонкими слоями это я постоянно говорю еще раз повторяюсь очень тонко наношу сюда темный на кончик можно даже вот так вот зайти на светлый такими движениями да ну конечно если пачкается гель-колором позже то ее легко можно очистить перед тем как поставите лампу губка обычная рабочая поверхность вот это сразу же как нанесли не светоотверждая вот такими движениями точными работаем с губкой тема написана в названии трансляции точными движениями не смазывающими проходимся итак а чего могут образовываться пузырьки от того что вы берете достаточно толстый слой слой цвета и если вы работаете в технике когда вы набираете цвет на губку то соответственно ее нужно промокнуть сначала а потом уже работать на поверхности ногтя привет и сергию посада вы лучшие привет спасибо это у нас первый слой проходимся тщательно пока не получится плавный переход если какие-то вот у меня например нет проблемы с пузырьками я сказал откуда они могут возникать бывает так что попадают ворсинки которые можно убрать просто тонкой кисточкой а вам какой способ по душе губка или кисть да по желанию клиента потому что разный эффект получается но если я делаю вот такого рода растяжку горизонтальную то проще и быстрее сделать губкой нежели когда вы кистью работаете вы используете подойдет ли косметический губку лучше да подойдет но вы имеете ввиду что он такой мелко абразив мелкий имеет поэтому может не с первого раза получится растяжка лучше она будет если средней такой абразивности очень хорошо подходит губка для мытья посуды самая обычная самая дешевая сколько по времени такой дизайн занимает до быстро минут 10 самое главное не брать толстый слой сейчас светоотверждаем лет лампе 30 секунд если используете лампу то время светоотверждения 2-3 минуты так вот мы сделали первый слой теперь снова точно также на набираем 2 еще раз повторюсь когда используем светлый цвет и темный то светлого должно быть больше вот и когда наношу сейчас второй слой я захожу сюда на темный обязательно мутное изображение на как его сделать не мутным у нас сегодня с интернетом проблем так что ссори наносим сюда же темный опять его меньше гораздо меньше можно опять вот таким движением вбить немножко темный в светлый есть обязательно нужно очищать если она пачкается его флакон берем эту же губку самое главное и также если вы ее не очищали точно также поставить ее в светлый на светлый и темный на темный и также точечно работаем обязательно прорабатывайте со всех сторон я губку немножко спускаю вниз на миллиметр и миллиметр поднимаю вот получается сюда опять у меня попал борс я обязательно его уберу если возможно сделать трансляцию с вашим рисоваными животными и насекомыми они позиции обязательно обязательно делаем после губки пузырьки остаются нет не остаются смотрите трансляцию сначала я говорила от чего могут образовываться пузырьки кожу вокруг ногтя вы чем-то защищаете нет смысла потому что прежде чем ставить в лампу вы всегда можете убрать взять салфеточку очистить боковые части в кутикулу мы уже не трогаем потому что здесь у нас цвет покрыт вот этот второй слой светоотверждаем 30 секунд леночка когда лица рисуете какой цвет для лица используете смотря чье лицо так вот второй слой теперь покрываем завершающим покрытие вы можете добавить еще третий если хотите более мягкий переход вот нанесли никаких пузырей ничего здесь нет где нет привет привет Удаляем дисперсионный слой, зависло там оно на людей, у нас ничего не зависло, при работе с натуральными ногтями вы заклеиваете около ногтевые валики или убираете излишки жидкостью, я убираю, потом просто даже без жидкости можно сухой салфеткой все подобрать, вот у нас получается растяжка Сейчас еще один вариант покажу, пока есть время, уже нанесла здесь два слоя цвета Alpen Snow, цвета отвердила каждые 30 секунд, дисперсионный слой не удаляла, теперь будем работать с тремя цветами, которые у меня открыты уже стоят Флаконы не закрываю, потому что я их потом, прежде чем закручивать, протираю горлышки обязательно Точно так же тонким слоем наносим сначала один цвет Таким образом можно сделать несколько цветов Не три, а даже больше 4-5 Можно сразу на губку набирать, иногда я делаю сразу, наношу на губку, а потом уже на ноготь, но такой способ гораздо проще Можно сделать еще опять вбить цвета И еще у меня будет розовый Все обязательно тонким слоем Постоянно вылетает Мы потом запись выложим в ВКонтакте и Фейсбуке, так что можете посмотреть Ничего нет Срочно нужно покупать губку и пробовать Так, теперь у нас рабочая поверхность губки должна будет увеличиться, то есть не таким образом, не торцом, а боковым срезом Вот так вот аккуратно и каждый цвет остается на своем месте, губку не перемещаем Саша, ты выше снимай, потому что там не видно людям Это первый слой, вот как мы поставили цвет Губку нельзя поднимать или опускать Каждый цвет на своем месте Это первый слой, сейчас мы светоотвердим 30 секунд Так, теперь второй слой Точно так же добавляем цвет, как и с первым слоем Сделайте плюс трансляцию Рисунки по мокрому Обязательно Кисть очищаю и опять вбиваю цвета здесь Теперь этой же губкой точно так же цвет на цвет вставлю и точечными движениями с одной стороны в другую Привет, Азалматы! Привет! Если вдруг пузырек образовался, но у меня здесь нет пузырей, потому что я делаю очень тонким слоем Вы опять же можете промокнуть губку на салфеточку и продолжаете дальше работать Если вот опять у меня здесь образуется ворсинка, я просто тонкой кисточкой убираю аккуратно Свертоотверждаемый бланк Свертоотверждаемый бланк И покрываем завершающим покрытием И снова на 30 секунд для одного И снова на 30 секунд для одного Все сразу же посмотрели начало и наверное сразу побежали пробовать Удаляем дисперсионный слой Вот у нас готовый вариант Всем спасибо! Присоединяйтесь, смотрите трансляции, задавайте вопросы Снова что-нибудь вам придумаем, покажем Всем пока! Продолжение следует...